нет он остался там пишем ну что всем добрый день очередной d4 cb grand star x 10 года все все слышали по словам клиент он ехал 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 пропала тяга после чего свернул на обочину постоял немного заглушил завел и появился вот такой звук и оттуда уже на эвакуаторе пробовали отсоединять не реагирует первый цилиндр либо не знаю можно предположить что разбила поршень разбила вкладыш и поршень бьет по головке и либо рассухарился клапан упал разбил головку вместе с поршнем это не форсунка снимаем мотор и будем разбирать его я всегда начинаю вот жабло снимаю стеклоочистителя очень многие пытаются выдернуть так ломают его гусем вот здесь лебедкой снимается очень быстро просто поэтому много времени у вас не займет вот здесь кстати рядом тоже сняли двигатель с grand star x тоже вот только что его прямо туда выдернули сняли поддон валяются вкладыши трубка подачи масла на поршень валялась в поддоне разбираем эти моторы очень часто причины разные но в основном конечно шайбами пламя гасящими но все же есть еще и другие проблемы кричит что все скачала двигатель при хорошем расходе полтора два часа снять это по двигателю а по уже этому по разборке там как пойдет тоже клипсы отверточки не хотят разбиты давно старые приходится поддевать где зазорчики есть я будем поднимать здесь принципе для панели все уже сняли для бампера полностью открутим низ сольем жидкости а потом опустим и доделаем остальное масле до видно пудра кто-то там как будто вкладыш какой-то запорола пока все сливается будем раскручивать открылки забудьте сзади у нас охлаждение отошел так теперь аккуратненько все отсюда убегаем все нет катализатора удалено по переду по бамперу все открутили теперь надо открутить коробку спираль не коробку спираль отворачиваем гидротрансформатор 6 болтов под пыльником откручиваем коробку все принципе то есть кусок приемной трубы сняли чтобы удобнее было масляный фильтр также снимаем охлаждение на коробку здесь получается два шланга и там трубка крепится к блоку еще на одном болтике на 6 его тоже отворачиваем не три болтика вот такой берем сейчас удлинитель длинный плавающий и обычная головка на 14 и отворачиваем вокруг коробочку все остальное все разобрали сняли то есть как раз то вот кусок приемной трубы снимаем для удобства труба всегда отворачивается хорошо три болта с этой стороны 4 стой здесь еще стартер у нас имеется здесь спокойно подлазит ключ без всяких проблем ну все вот он последний болтик так надо поддеть коробочку сразу убедиться что все отошло все мотор от коробки длился и можно не переживать так по низу все подавать нам большего не нужно быть стиль мы можем полосе опускать весь низ разобрали снимаем бампер так здесь два патрубка охлаждения 1 2 2 трубки кондиционера трост капот и и все то есть остальное мы сделали снизу сейчас отворачиваем панель сразу интересно интересно и видим старому проверенному способу готово нам надо сейчас выкинуть всю интеркулер полностью гуру откинем в сторону с ним полностью корпус воздуха на гуру останется здесь не будем сливать масло и по кругу провода шланчики отсоединяем цепляем и выкидываем масло если руки растут не с того места то никакие хитрости не помогут здесь вот все эти защелочки все прям раз и раз они все отщелкивается все снимается ничего не ломается а сборка будет еще быстрее 4 болта и готово опять же согласен если делать руками то я даже не представляю сколько бы это делал потому что здесь и ударная головочка и ударные плавающий мало того что пистолет еще столько примочек всяких готово так когда мы снимаем двигатель снимаем на коробке автомат донкрат под коробку подставлять не нужно можно поднять и выдернуть ничего не случится все будет отлично а когда уже ставим обязательно уже под донкрат если у вас механика это там h1 гранд старых там не знаю соренто дну тогда да тогда мы в любом случае поддонкратим на автомате поддонкратить не нужно коробку при снятии смещаем крюк немножко вперед дело в том что очень много было случаев когда у людей кто-то капитальный до этого при поднятии он бил по стеклу она разбивалась то есть центр не ставим ну вот и все в принципе стеклужное дело разобрали мотор уже какую-то честь подготовили что-то уже согласовали то есть начали даже собирать так что случилось на самом деле то есть машина шла 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 до этого то есть 20 тысяч назад менялся полностью комплект грм снимался поддон все было прекрасно шайбы были не сгоревшие просто в один миг бах исчезло давление масла пропала тяга на обочину завели пошел стук стук у нашел из-за того что разбила 1 шатунный прям весь расколошматила на коленвалу все остальные допустим мы смотрим что есть задиры но не сильные разбила именно 1 шатун под замену коленвал под замену вкладыша шатунного ни верхнего ни нижнего не нашли вообще то есть его вообще не было непонятно куда он исчез его не было ни в маслозаборнике то есть даже кусочка там пусть будет такого крупного не было то есть все было прям в труху мелкая вот эти два балансировочных вала здесь есть следы они оба даже заклинили во втулках вот есть след когда я побивал их оттуда через отверстие блока по цилиндрам все отлично по поршням все отлично вот он блок то есть помыт подготовлен сменили на нем балансировочные втулочки вот и получается когда я бил отсюда молотком остался это след то есть валы оба заклинили там заклинила также турбина картридж вот смотрите картридж сняли у нас была практически новая там оригинальная турбина стояла вот на ней сменили картридж он просто заклинил то есть все резко встало постели распредвалов также все задрало валы еле крутится то есть прям мгновенно все произошло вот она огромный прям задир на каждом то есть он еле-еле в воротком прокручивался на тот момент когда все это произошло моя версия довольно часто стал сталкиваться с тем что после двухста пятидесяти тысяч пробега на евро четвертом гранд старте уже очень много случаев участилась того что редукционный клапан в насосе клинит вот допустим я выворачиваю ну на данный момент смотрите то есть вот он вот то есть пружина у меня не отталкивает не выкидывает я его оттуда не вытаскивалась он просто там заклинил что происходит вот этот как раз наш поршень который ходит он постепенно в алюминиевом корпусе если достать ну может быть если будет время то покажем вообще по хорошему нужно будет его распилить чтобы увидеть то есть скрыть именно эту выработку то есть стальной поршень ходит в алюминиевом корпусе ходит 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 в один миг мы дали газу его перекашивает и он резко исчезает давление масло он там клинит впоследствии нашего заклинившего насоса замена двух балансировочных валов вот они новые оригинальные лежат у нас новенькие замена втулок валов то есть уже все сделали сменили втулочки новые валы то есть кстати по зазорам на валах вот маленький момент такой смотрите заводской зазор 0909 если мы берем то есть новый шор блок вставляем новый балансировочный вал и он там болтается мы пошли дальше и стали делать 07 и давление стало гораздо лучше то есть уже здесь сами мы экспериментировали и то есть перешли на зазор 0607 делать это мы стали вот где-то примерно последний год давление выше раньше после сборки то есть давление было там 1 и 9 18 то сейчас вот уже экспериментальные то есть по зазорам по втулкам давление стало гораздо выше 1 и 9 а где и двоечка даже мы снимем отдельное видео то есть как они запрессовываются выпрессовываются растачивается то есть все меряется как это все этот подгоняется еще один самый главный момент что нужно обязательно делать прикап ремонте двигателя d4 cb если вы даже оставляете балансировочные валы если оставляете обязательно вымываем обезжириваю в внутрь они эти волны если вы попробуете допустим будете туда сейчас мыть они вот этот вал отверстия полной стружки везде вот такая мелкая стружка бывает такое что втулки с мы меняем волос оставляем старой и их обязательно тщательно мы также моем теплообменник вот он у нас то есть мы его разбираем тут четыре гаечки у нас разбираем моем сам те теплообменник переуплотняем ставим новые колечки также в масляные форсунки обязательно все раскручиваем продуваем обезжириваем каждую мой смотрим чтобы работал клапан по кольцам по поршням то есть он у нас все отлично все прекрасно работает все мы закончили смотрите а разборку сборку и дефектовку вы смотрите вот здесь у нас ну все всем до новых встреч ждите новых очередных интересных видео а то им за будем ждать вас в нашем тех-центре систем пока удачи и Продолжение следует...